А как тебя зовут? Малыш. Прямо так и говорят? Малыш, заводи, поехали! История малыша, по сути, начинается с момента, когда он попал в аварию в 7 лет. Тогда он потерял обоих родителей. И шрамы на лице, и iPod, с которым он неразлучен, напоминают ему о том дне. То есть, это не просто причудо, а музыка стала для него рецептом сохранения рассудка и выживания. Да, iPod был подарком его матери, и изначально он ставил ее на полную громкость, чтобы заглушить ссоры между родителями. Это предыстория, которая не очень раскрыта в фильме, но ее можно угадать по флешбекам. После автокатастрофы у него действительно стоит звон в ушах, и музыка позволяет ему не сойти с ума. Малыш! 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 Дог сказал Майкла Майлса. Это и есть Майкл Майлс. Он про хэллоуиновскую маску. Это и есть хэллоуиновская маска. Маску маньяка из фильма Хэллоуин. А, ты про Джейсона? Нет! Поделитесь секретом. Как удачно ограбить банк? Никар вон. Надо этого очень сильно хотеть. Да, чувак. Тебе нужны бабки или как? Очень нужны? Тогда иди на дело. Мне остается только согласиться с парнями. Ну, во-первых, нужен хороший план и уверенность в себе. Также нужен проверенный путь смыться и хорошая машина. И в идеале какой-то инсайдер. И в идеале какой-то инсайдер. Восемь быть на месте. Вопросы? У меня, док. Этот вот в ушах вообще хоть слово слышал, что мы на дело идем. Малыш. Цель бронированный фургон у периметра Траст в Данвуде в 10 утра. Есть тачка для отхода, но я должен угнать с парковки другую, ту, что не сразу заявит в угон, и в восемь быть на месте. Вопросы? Что отличает Кевина Спейси, а также Джейми и Джона, они очень харизматичные актеры. У них здорово развито чувство юмора, но в то же время они могут быть достаточно напряженными в кадре. Мне приятно играть с идеей, что они такие обаятельные преступники. Но при этом я не забываю, что они преступники. Кевин Спейси в этой роли идеален. Мне заставляет огромное удовольствие смотреть на него в роли злодея. Такой обаяшкой, такой плохой. Это же всегда забавно. Джейми, я заметил, у вашего персонажа руки и шеи покрыты тату. Как вы их придумали? Что они означают? Да, у них, конечно, есть предназначение. Прозвище героя Бетса, и Эдгар решил разместить летучих мышей на шее и пистолета на руках. Это придает более агрессивную внешность и намекает на прошлое героя. Ваш персонаж с большим подозрением относится к малышу. Почему так? Отношения рождаются от того, что он парень, который смотрит на вещи с практической точки зрения. В случае провала он окажется в тюрьме, и, скорее всего, у него будет самый длительный срок, учитывая его прошлые нелады с законом. Он подозрителен со всеми вокруг, и это его инстинкт выживания. Что интересно о нашей группе актеров. Мы все плохие, но мы закрепляем повествование в реальности и придаем ему вес. Потому что вокруг невесомая музыка, и все так поэтично. Малыш витает в облаках, а мы возвращаем его с небес на землю. Мы напоминаем, что каждый из нас может оказаться в тюрьме или быть убитым. Ребята, малыш очень дорожит его айподом, а у вас есть какие-то вещи, которые вы храните из-за сентиментальной ценности? Если честно, я не привязана к вещам. Ты не плюшкин. Ты знаешь, я вспомнил, что храню футболки, которые мне когда-то дарили родители. А я собираю фотографии. У меня отец профессиональный фотограф. У меня есть множество альбомов, хотя мои ровесники предпочитают цифру. Я видел работы твоего отца, они прекрасные. Он очень одаренный фотограф. Мне больше всего нравится маленький формат, где-то 10 на 15 сантиметров. У меня хранятся тонны альбомов, которые я собрал за многие годы. Жаль, что мода на физические фотографии ушла. Да, приятно иметь что-то, что можно подержать в руках. Но потом за этим нужен уход. Ты был водилой на всех моих делах. Лучше тебя нет. В фильме есть много кусков, отрепетированных с точки зрения хореографии. Как технически бы вы увязали музыку и сцену погони? У нас на площадке был очень талантливый хореограф. Его зовут Райан Хеффингтон. Он один из лучших в своем деле в мире. Он неотрывно работал в связке с Эдгаром и с нами. Конечно, у нас были репетиции, но в данном случае они продолжались дольше, чем на обычном фильме. Каждую из этих сложных сцен мы могли разрабатывать около недели. Я бы назвал эти сцены танцевальными номерами. И кто же из вас лучший танцор? Точно не я. Ты сказал танцор? Ну, либо я, либо Энсел. Я, конечно, могу двигаться, но все-таки Энсел круче. Он профессионал. Он занимался балетом. Но если ты спросишь, кто из нас троих, это даже не вопрос. Это угон. Простите, мэм. Простите, мэм.